Расскажите нам, пожалуйста, какой номер сегодня у вас будет? Чем будете диклять зрителей? Ну, у нас сегодня будет самый любимый номер. Это прекрасная наша программа из Анны Карениной, которая, мне кажется, самая классная из тех, что есть вообще в мире. Ну, и в Анне Карениной, точно. А почему ты его управляешь? Ну... Ну, будем объективнее, этот номер больше похож на целостную программу. Ну, это раз, да, то есть не эпизодический какой-то выход с другими людьми, там, например, на льду, да, то есть не массовый выход, а именно даже Саша индивидуальный, и этот номер, правда, похож как-то на программу, на целостную номеру. Ну, и да, и в нем же есть идея, то есть это вот так пригольно, сначала вот мы так ознакомимся, катаемся, и... То есть, действительно, прям такой краткий пересказ нашей истории Ивани Карениной, ну, и он просто очень красивый. Хорошо, про музыку. Скажите, пожалуйста, Жень, в эфире у нас говорили как раз, что живая музыка сегодня будет, да? У вас тоже она на ремонт? Ну, у меня отдельный номер будет, да, под прекрасное исполнение живое. Кипл Гизмавы. Так что должно быть очень красиво, потому что номер получается прям какой-то магический. Ну, вот про разницу от фонограммы, да, под фонограммой, под живую музыку. В чем разница? Отвечается? Разница, конечно, есть, потому что, когда на сцене находятся не один, а два человека, которые исполняют искусство, и в совокупности дает, конечно, абсолютно другую атмосферу, нежели фигурист катается один. Ну, и всегда чувствуется душа, конечно, особенно музыка. Поэтому разница огромная. Есть какое-то особое у вас волнение? Все-таки не просто, да, программа «В честь удивления», а по-особому? Ну, это просто приятно. Ну, нет, это, как вы знаете, такое не то, что волнение, которое тебя сбивает, а просто приятно, действительно, вот отпраздновать вместе и, наверное, подарить Татьяне Анатольевне то, что она любит больше всего – фигурное катание. Ну, это здорово. А можете рассказать, Татьяна Анатольевна давала какой-нибудь совет, который вам запомнился? Что же такое? Ваши коллеги сыграли какую-то роль? Ну, Татьяна Анатольевна, мне кажется, она не перестает давать советы. И вот я сколько помню себя в спорте, и столько и советов помню от Татьяны Анатольевны. И по-настоящему, знаете, наверное, сложно сказать, какой из них был важный, а какой не важный, потому что в спорте твой результат формируется из таких вот кирпичиков, которые складываются как раз от того, что дает тебе тренер, от того, что ты слышишь на контрольных прокатах, на каких-то еще мероприятиях. И, естественно, от таких специалистов, как Татьяна Анатольевна, это особенно ценно. И, действительно, я думаю, что все спортсмены прошли через сборную России, все слышали от нее и замечания, и похвалы, и какие-то рекомендации. И тут, мне кажется, вот здесь вы не найдете человека, который от нее ни разу не слышал ни одного замечания, или похвалы, или чего-то, чего-то. Так что это все очень важно. И мне это очень напоминает. Я просто вспоминаю Новогорск, вот этот закрытый каток, потому что раньше прокаты были закрыты. И Татьяна Анатольевна, главный зритель, смотрит, оценивает, рассказывает. Это такой важный этап каждого спортсмена. В чем феноменальность, как вы думаете, на ваш взгляд, Татьяна Анатольевна? Ну, в ее видении фигурного катания, вы знаете, вот, точно увидеть искусство в спорте, искусство в каждой программе, то есть, особенно, когда эта программа должна быть спортивной. И ее очень частые комментарии были связаны как раз с элементами. То есть, все специалисты, тренеры, они у всех какие-то разные видения исполнения технического элементов. И Татьяна Анатольевна, она как раз немножко больше, наверное, углублялась в искусство, вот именно в отношении спортсменов, которые катаются не у нее. И вот эти какие-то рекомендации по музыке, какие-то по движениям, по тому вообще... А пальчик надо делать. Да, да, да. И вот это вот, чего-то не хватило. То есть, да. И, наверное, феноменальность, конечно, видения вот этого целостного образа спорта и искусство в спорте или спорт в искусстве. То есть, вот как-то вот это все вот обобщать она умела очень хорошо. А есть какая-то личная, может быть, история вот у вас, у вас, Женя, связанная с Татьяной Анатольевной, которую помните вот по сей день? У меня личная история была такая, когда начался карантин, когда я попала в Россию обратно. То есть, в Канаде уже возможности не было тренироваться. У меня было несколько месяцев, когда я тренировалась в ЦСКА. И непосредственно у Татьяны Анатольевны она приходила на каждую тренировку, как бы это тяжело не было, и она приходила и всегда старалась мне помочь, там программу подправляла. И вот как раз-таки такие замечания были про мелочи, про детали, про именно составляющие искусства программы, да. То есть, да, история была. На Татьяне Анатольевне это был тяжелый период в моей жизни, которая мне очень сильно помогла. Мне по-настоящему очень запомнилось наше первое, ну такое вот первое знакомство, когда я катался у Тамары Николаевны Москвиной с Катариной Гербольд, и пришла Татьяна Анатольевна Тарасова на нашу тренировку, просто дружеский визит. А Катарина Гербольд у нее каталась какое-то время. И Тамара Николаевна сказала, вот Саша, Катя пришла, Татьяна Анатольевна, покажите свою дорожку, а я пока пойду там занимаюсь с другими парами. Ну, мы откатываем дорожку, подъезжаем. А дорожка такая сложная была, мы ее поставили специально там все по уровню, вымеряли там, ну прям мы все, что мы могли, мы в эту дорожку сделали и впихнули. И Татьяна Анатольевна что-то начинает говорить, говорит, это туда, сюда, тут перекрутите. Я стою, слушаю, слушаю и отъезжаю, и у Кати спрошу, Катя, что нам делать, я не понял вообще ни слова, нам надо что-то изменить или то же самое сделать. Она говорит, Саша, сейчас я тебе объясню. И вот Катя меня научила, как воспринимать, как воспринимать Татьяна Анатольевна, потому что это действительно, то есть ты ожидаешь какого-то замечания, что вот этот крюк недоделан, вот здесь у тебя там ребро не то, а тебе рассказывают вообще про другое, тебе про корпус, про какие-то вот движения здесь туда-сюда. То есть вот это первое знакомство, оно было действительно вот очень вспоминающееся, вот до сих пор я его помню, и это было с одной стороны очень смешно, с другой стороны очень волнительно, потому что мы тогда еще выступали, мы только-только перешли в образный спорт, и, конечно, вот такое вот у нас было робкое знакомство с моей стороны. Катя вот мне все знала, рассказала, и мы, кстати, вот как раз уже вместе в процессе настроились на волну друг друга, и вот доработали эту дорожку, показали там Аликалайну, и у нас вот как-то вот такая совместная работа получилась. Все знают, что Татьяна Анатольевна достаточно требовательный тренер, вот выступать перед ней, тренироваться, страха никогда вот не вызывало. Вы решили бросить ситуацию и все, на связи у Александра. А, да? Нет, я с удовольствием отвечу. Это по-настоящему, это определенный критерий, то есть в спорте понятно то, что, конечно, судьи, судьи наши главные, это судьи, если прошу прощения за патологию, но на ледниковом периоде отдельный критерий, понравится ли, понравится ли эта программа Татьяне Анатольевне. То есть есть все зрители, вот вообще все-все-все, и есть Татьяна Анатольевна. И вот мы собираем вместе отдельную, чтобы Татьяна Анатольевна это оценила, потому что она действительно очень тонко чувствует на катании, и это важно даже не из-за оценки, а важно настолько тонко чувствующему человеку показать что-то интересное. Это просто действительно такой челлендж у тебя каждый раз. И вот чтобы все зрители еще и поняли. Ну, короче, это вот, да, в ледниковом периоде это отдельный такой пункт. Давайте Алексея Юрьевна пригласим. Спасибо. Спасибо большое.